Бронетехнику с необитаемой башней и безопасность экипажа. Размещенные в боевом отделении танкисты меньше подвержены последствиям попадания в башню даже без дополнительной защиты. Но концепция имеет ряд недостатков. Например, экипаж вынужден полагаться на оптические приборы, встроенные в необитаемый модуль. Если они выйдут из строя, то боевая машина вполне может ослепнуть, частично или даже полностью. Прототипы танков и БМП с необитаемой башней появились давно, однако они до сих пор считаются весьма дорогим удовольствием. Подобные машины лишь недавно нашли какую-то нишу в массовом производстве. Например, серийная немецкая БМП «Пума». Башня «Пумы» переживет обстрел как подкалиберными, так и фугасными снарядами без вреда для экипажа. Риску подвергаются казенная часть автопушки, оптика и размещенная в башне лента боеприпасов. Повреждение оптики в War Thunder не станет проблемой, однако возгорание боеприпасов может создать немало хлопот. Если в башне начинается пожар, «Пума» либо рискует остаться без снарядов, либо в худшем случае может взорваться. Также во время возгорания желательно отвернуть башню, чтобы она находилась над бортом танка. Иными словами, необитаемая башня на дистанционном управлении не даёт вседозволенности, но позволяет действовать агрессивно. Благодаря хорошим углам склонения пушки «Пума» может сделать несколько выстрелов, после чего быстро откатиться за холм. Неважно, получит ли она урон в ответ, даже если по башне начнут бить самые мощные снаряды в War Thunder, «Пума» всё равно останется невероятно живучей. Необитаемым боевым модулем также оснащён премиумный лёгкий танк 2С-38 «Деривация». В отличие от «Пумы», его пушка отличается не столь хорошими углами склонения. Реализовать преимущество рельефа будет не так просто, хотя корпус танка можно прятать за массивными грудами мусора, постовыми уничтоженной техниками, булыжниками и другими препятствиями. При попадании вражеских снарядов риску, как и в случае «Пумы», подвергаются казённая часть орудия и лента боеприпасов. Особенности размещения экипажа 2С-38 повлияли не только на технику использования башни, но и на общую выживаемость машины. Трое танкистов расположены в передней части корпуса, поэтому выстрел в любую другую часть танка может не причинить особого вреда. Однако пробитие в лобовую броню моментально отправит деривацию в ангар. Необитаемые башни часто выступают витринами передовых технологий, использованных при разработке. Например, китайская боевая машина поддержки танков QN506. Она не может похвастать блестящими углами склонения орудия или мощью подкалиберных снарядов, но фишка в том, что она представляет собой нечто вроде передвижного арсенала. В комплект вооружения QN506 входят противотанковые ракеты с принципом работы «выстрелил и забыл», большой запас универсальных ракет с полуавтоматическим наведением, а также автопушка. Еще в War Thunder есть полноценный танк с необитаемой башней — американский Теледайн АГС. Модуль АГС представляет собой не столько башню, сколько пушку, размещенную на вращающейся платформе. Благодаря отличным углам склонения и огневой мощи 105-мм снарядов, АГС, пожалуй, ярче прочих раскрывает потенциал необитаемых башен. Однако боевой модуль разработки Теледайн не так уж и надежно защищен. Любой фугасный снаряд крупнокалиберного орудия способен уничтожить легкий танк осколками. Да, мало кто пользуется этим нюансом, но, тем не менее, его следует учитывать, особенно если соперник делает ставку на противотанковые ракеты. Американская боевая машина М11-28 представляет собой колесную БТР-страйкер со 105-мм пушкой. Орудие расположено в низкопрофильной башне, которую всё же нельзя назвать необитаемой. В башенной корзине находится командир и наводчик. Однако модуль скомпонован таким образом, что большая часть вражеских выстрелов всё равно придётся в пушку и приборы наблюдения. Это воплощает принцип необитаемой башни на деле. В отличие от танка Теледайн, пушка страйкера склоняется всего на 5 градусов, из-за чего использовать М11-28 на склонах холмов сложно. Зато его можно ставить на позиции в ямах и за высокими препятствиями. Так для поражения сопернику будет доступна только необитаемая часть боевого модуля. Наконец, нельзя не вспомнить про южноафриканский Руикат МТТД. Подобно страйкеру, низкопрофильную башню Руиката можно назвать почти необитаемой, если бы не головы экипажа в нижней части. Эта машина совмещает достоинства страйкера и главное преимущество АГС — отличные углы склонения орудия. Жаль только, что боевой модуль всё так же плохо защищён и уязвим к фугасам, особенно с учётом размещенного в карме башни боекомплекта. Также рекомендуем обратить внимание на премиумную французскую БМП VBCI с башней MCT-30. Необитаемая башня в сочетании с хорошими углами склонения автопушки даёт отличные возможности для безопасной стрельбы со склонов холмов. Танки с необитаемыми башнями заметно отличаются от прочей техники по стилю игры. Они способны подарить уникальный опыт даже матёрым бойцам. А какие из них нравятся вам? Расскажите об этом в комментариях. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова